Издавна белорусы считают картофель своим национальным продуктом. И неудивительно, второй хлеб занимает до 70% нашего рациона. В институте в деревне Самохваловичи, что под Минском, картошка – главный предмет научных исследований. Здесь создают ее новые сорта. Из новинок сорт картофеля Палац. Форма удлиненно-овальная, кожура красненькая, желтенький, внутри не разваривается, поскольку ранний сорт, как правило, не разваривается салатного типа. На выставке сортов – картофельные новинки. Клубни как на подбор и название не хуже. Палац с белорусского переводится как «дворец», «Скарб» – это и вовсе сокровище. Звучное имя картофель получает от селекционера и вполне оправдывает урожаем. К примеру, у «Скарба» он до 65 тонн с гектара, в то время как у обычной картошки – втрое меньше. Разный картофель себя чувствует в разных областях по-разному. У нас для этого проходит экологическое испытание, вот оно входит в селекционный процесс. И на основании станций опытных у нас проходит испытание. Наши перспективные гибриды там испытываются, и они также дают заключение, как у них на их почве ведет себя гибрид, сорт. Новый сорт рождается не вдруг. У селекционеров уходит более 10 лет. За это время картофель скрещивают, делают устойчивым к болезням и испытывают. Сейчас в разработке вот этот красавец. Имя пока не придумали. Не круглая свекла и не экзотический фрукт, а все тот же второй хлеб. Пускай и не в совсем привычном исполнении. Она бывает различной интенсивности. Вот такой вот фиолетовой. Может быть, розовая. Также я думаю, что такие сорта будут очень популярны в перерабатывающей промышленности, потому что вот чипсы, сделанные из такого картофеля, имеют такой очень привлекательный вид. Также хорошо такой картофель подходит для использования в салатах. Фиолетовый картофель не только красивый, но и умный, обладает антиоксидантным эффектом, что значит, помогает бороться с болезнетворными бактериями, вирусами и грибками. А вот на вкус цвет не влияет. Ученые говорят, вполне обычная картошка. Продавать ее будут в Беларуси, есть заказы и из-за рубежа. Но только через несколько лет нужно завершить исследование сорта и получить сертификат.